МИР ЧЕЛОВЕКА ДУО ЗИКР Игорь Силин и Ольга Ткаченко. Добрый вечер. Добрый вечер. Игорь, Ольга, скажите, прежде всего, почему такое название, что оно означает? ДУЭТ и ДУЭТ. ДУЭТ и ДУЭТ. С этим всё просто. А ЗИКР? ЗИКР – это одна из тех техник голосоведения, которые мы используем. Кроме того, ЗИКР в буквальном периоде – это разговор с Богом. А поскольку для нас наше творчество – это душа в объятиях Бога, странствие души, то вот когда-то, 15 лет назад, мы выбрали это название. – Кстати, я вас поздравляю с 15-летним юбилеем. А с чего всё началось? То есть как вообще появилась мысль о том, чтобы обратиться и к народному вокалу, и к, в общем-то, совершенно в те времена, вот если 15 лет назад обращаться в историю, в те времена совершенно, по-моему, никто ещё даже и не прикасался к тем техникам, которыми вы владеете на сегодняшний день. Почему? Откуда появилась эта мысль? – Всё произошло из театра. У нас в Киеве был театр экспериментальный, в котором мы использовали различные психотехники. – А театр музыкальный или театр… – Нет, 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 драматический. – Театр драматический, да. – Для развития просто голосоведения. – Мы встретились с Олей, я был режиссёром, она актрисой. И мы делали спектакль по лысе-украинке. – Возлюби. – Возлюби, да. Оля репетировала Мириан, и там по ремарке она должна была петь какую-то тоскливую восточную песню. – Так. – А я обучал актёров вот разным техникам голосоведения. И на одной из репетиций Оля так спела, что у меня мелькнула мысль, что это может быть что-то отдельное. А потом так случилось, театр прекратил своё существование в связи с убытием спонсоров. И я говорю, Оля, давай споём этот спектакль. – Ольга, а вы до этого пели именно как вокалист? Или вы всё-таки были драматической актрисой? – Я была драматической актрисой, я, как все драматические актрисы, проходила вокал в театральном институте. – Но не более того. – Нет, нет, не более того. – Нет, правда, ты до этого закончила студию опереты. – Нет, но я всё равно не собиралась работать в оперете. Это был такой промежуточный вариант обучения, скажем так. Я хотела быть драматической актрисой, и была, и пришла к Илье Николаевичу. – Оно не было в вашей жизни? – Ну, обычная студийная, студенческая. – И дома. – Игорь, а что вас поразило в исполнении Ольги, что натолкнуло вас на мысль, что это, может быть, какой-то отдельный театр, да? Насколько я понимаю, это магический театр, причём единственный в мире, единственный неповторимый. Что там прозвучало, какие ноты интонации, какой тембр, что… – Вы знаете, что? Дело в том, что я интересуюсь человеческим голосом с молодости, и собирал всякие способы, голосоведение и так далее. А потом мы с Олей выяснили, что у нас у неё бабушка была плакальщица, и у меня бабушка была плакальщица. – Древнейшая профессия, причём не только на Украине, в России, во всём мире. – Бабушка Игорь Николаевич была в России, моя была на Украине. – В Украине, да. Вот так у нас совпало неожиданно. – А поразилось то, что как-то никому не удавалось вот в полном объёме освоить это такое вибрационное пение, да, импровизация и объём, магия и так далее. А вот у Оли получилось. И когда театр закончился, я говорю, давай споём этот спектакль вдвоём. – Полесье украинки. – Да, мы собрали аудиторию, и без слов, естественно, чистый вокал. 45 минут мы пели вдвоём. – Без слов драматургии. – Без слов, да. И надо сказать, что нас очень хорошо приняли. И мой приятель, композитор киношный, он сказал, что вполне может быть. И следующая работа наша была, это мы сделали спектакль «Песня-песня», в котором вот тоже была пластика, и мы пели. А потом мы стали ездить по городам и весим, и петь. – Вы знаете, давайте попробуем сейчас посмотреть фрагмент вашего клипа, только я попрошу немножечко расскажите и об этой истории. – Хорошо. – Клип, посвящённый гибели тысячи, если я не ошибаюсь, человек в 1996 году на пароме Эстония. Вот такое посвящение – это… – Это человеческое переживание по поводу того, что произошло. – Знаете, у нас это потрясло. – Это специальная музыка, написанная или спетая на события. – На события, да. – То есть… – Мы репетировали в капелле, и в это время вот мы узнали об этой трагедии, и она настолько в нас вошла, что мы тут же начали петь. – Ещё в зале почти никого не было, то есть до концерта, и нам захотелось как-то, потому что вот это всё Уля потом рассказывала, как она их видела там под воду. – Давайте посмотрим фрагмент клипа. Клип посвящён погибшим на пароме Эстонии в 1996 году. Пожалуйста. Клип посвящен на пароме Эстонии в 1996 году. Клип посвящен на пароме Эстонии в 1996 году. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 И я просто собирал Использовал малейшие возможности в Азии И с буддистами тибетскую эту технику И вот русское родение И просто меня однажды звездануло Что в основе всего вибрация Вибрационная Вот все архаические так называемые техники Они все вибрационные Ну это понятно, да? Пространство заполнено вибрациями Это соединяет нас с космосом Это дает пищу нашей душе И возможности летать Мы все хотим летать Мы летаем, только душа наша летает Если ее отпустить А смотрите какой парадокс То есть человечество вот от этих древнейших техник Когда еще не существовало Ни нот, да? Ни гамма как таковой Ни всех других уже культурных Так скажем Наслоений музыкальных Мы сейчас возвращаемся К вот этому природному Первобытному Если хотите Чем оно отличается? То есть что, напрасен весь путь развития музыки? Или почему мы вдруг От того, к чему мы пришли сегодня со всеми? Сейчас это можно сказать, что в каком-то смысле Это контур культура музыкальная Потому что Вот эта проблема, что Современная жизнь Не дает человеку раскрываться Вот эмоционально, чувственно Вот этот, ощутить этот Полет своей души Это такая проблема есть Музыка, она очень много Стала головной, да? Или наоборот Суетная, я бы сказала Зачастую А вот это вот мистическое, что ли Мистериальное, точнее говоря Начало, оно куда-то так Утекло Утекай Вот А И человеческий голос Это потрясающая вещь Это ни с чем не сравнение Ни один инструмент в мире не может сравниться С человеческим голосом Даже такие Удивительные инструменты, как скрипка Или дудук, понимаете? Вот Но Но Люди даже разговаривать уже С трудом умеют Все-все-все-все-все-все-все-все Ну приблизительно, да? Как там Набур слов все меньше А оказывается, что Вот На востоке была всегда традиция Вот Инаядхан Мистицизм звука, да? То есть Люди относились К звуку Как К инструменту Как Способу взаимодействия С Высшей природой Человека И с природой Такой Можно Успокоить зверя Утешить Младенца А как Вот действительно Как вообще использовался звук В те самые стародавние времена То есть Чему служили Действительно лечили звук? Да Да, конечно До сих пор можно лечить И лечат Конечно А вы пробовали? Нет, но мы не медики Вот Вот Однажды нас так подставили в Ташкенте Мы выходим на сцену А там Полный зал Банок с водой Не банок, а сцена Вот Сцены заставленные Чтобы вы заряжали Ну зарядили Не знаю Наверное Я вышел Извинился перед публикой Что Ну Есть же такое понимание И уже Даже Ученые доказали Что там музыка Баха гармонизирует Там Или Моцар Там музыка скажем Да что ты говоришь Сейчас вообще доказали Что Просто Вот В конверте сиди Да? Вот Человек ничего не знает В каком конверте Что лежит К нему прикладывают И можно И на разную музыку Которую не слышно Тело реагирует Он не слышит Тело реагирует Нервная система То есть не слыша А просто А там же есть Эта память Которая записана У нас есть запись мантры И один наш знакомый Он каждый год ездит в Шалин К мастеру Он говорит Он привез эту запись Своему мастеру Он говорит Мастер можно это Поставить Мастеру так руку выложил сверху Послушал Рукой Послушал И говорит Хорошая вещь Сейчас до сих пор В Шалине В зале для медитации Иногда она звучит А вот например Те же тибетские мантры Да? Которые вы тоже Я так понимаю Используете Эту технику Как ее вы узнавали? Насколько не известно Именно на этом Где-то с Борисом Гребенщиком Нет Борис он поет В другом стиле мантры Мы с ним просто В этом месте Как бы совпали Вот В каким-то местом А я Когда-то имел Возможность Ознакомиться С вот этой знаменитой техникой Когда Поешь Вот тут стоит свеча И она не колышет Сейчас мы подали патентную заявку На эту технику голосоведения То есть она просто не колышется Стоит вот здесь Совсем другой способ Звук А как же дыхание? А вот это все Вам рассказать А я Вот заявку утвердят Тогда расскажем Для этого есть Школа Зикра Да Которую мы этому учим Для этого мы сделали школу Не художник Вот мы стараемся Чтобы у нас был Этот баланс Чтобы было ремесло На хорошем уровне И чтобы было чем заполнить Что мы хотим выразить Но поскольку мы люди верующие У нас есть своя система Такая веры И восприятие всего этого мироздания И своего пребывания в нем То проблем с содержанием нет Скажите А долго нужно настраиваться На выступление Или на запись То есть все-таки Я так понимаю Что это духовное пение Да И Гидитативное Да Можно так сказать Ну Когда как Когда как Ну в принципе где Час-полтора Сейчас 15 лет спустя А в начале по-всякому В одной неделе А в чем состоит настрой На выступление Или на Ну во-первых Есть определенная техника То есть технология На самом деле В основе есть технология Ее нужно сначала изучать И знать А уже потом Вокруг этого Все остальное Прикладывается Ну расскажите немножко Тайно Что за технология Ну так вы видите Если я вам расскажу словами Значит так Садишься Включаешься В пространство Так Делаешь огненную Пульсацию Набираешь огненную энергию Пульсируешь Да Вибрируешь Пока молча все Резонируешь Все молча Все молча Вот все эти А резонируешь Как молча Как же молча А вот это вот И словами не выразить Вот вот Что такое резонанс Да вот научить я этому могу И Оля может научить Оля из сорока человек Съехавшись с разных городов За три дня сделала хор И вот мы записали эту самую мантру Я там солирую А Оля ведет весь этот хор Сорок человек Совершенно неписто Постепенно он начинает звучать Знаете вот как Это тысяча человек Это две тысячи В конце такое ощущение Что там просто десять тысяч человек Но эти люди это вокалисты Нет Нет С вокалистами мне сложнее Вот у меня сейчас театр голос И там есть ребята вокалисты И не вокалисты И вот те которые вокалисты С ними легко Как вот у них есть профессия Они с детства Поют в детских хорах Закончили консерваторию И все И с ними легко На нотных каких-то началах говорить Но когда переходишь На вот эти вещи резонансные Им очень трудно Потому что они Вот знают эту математическую гармонию Да потому что циферки в голове А те кто Чувственно это воспринимает По другому Вот мы год уже с ними занимаемся Как это Тремся друг об друга В разные вот эти места Попадаем То головы То души И вот пытаемся Это все собрать воедино Такое целое Знаете кто нас принял первыми Из музыкантов Кто Рокеры питерские Да Сережа Курозин Саша Ляпин Причем это произошло Как будто Вот они Ну Хотя казалось бы Какое отношение А как это Вот как это Произошло Курехин пришел к нам в студию Когда Юра Морозов Ну наш писал Да Просто первый Диск Он просто И пришел к нам Ну к нему в гости Я не знаю каким образом Мы пришли в студию И сидит человек И слушает нашу музыку Потом он говорит Это Сергей Курехин И я даже уловила момент Там слушал какие-то Смотри так У него Слеза потекла Из глаза Думаю Надо же Так воспринимает нашу музыку Мы с ним ездили А потом он предложил нам Совместный проект Один Потом второй Мы с ним поехали на БИД В Берлин Потом вместе поехали в Ташкент На фестиваль международный Там Как-то Действительно рокеры Воспринимали нас Как А вы их как воспринимаете? Так же Не всех Но те которые отзывались Ну вот казалось бы Смотрите Совершенно полярные Два Способа Создания музыки Да? То есть на разное То есть это Архисовременное направление И наоборот Архидревнее Архи Вот Оттуда Дубилы Из тьмы Мне кажется Они возникли из места того Что Они хотели Какие-то чувства свои передать В необычной форме Опять же Разрушить какую-то Математичность И стереотип Да И вот Поэтому может быть И совпало что-то Да С джазменами было сложнее У нас только два Таких счастливых Пересечения с джазменами Это вот В Киеве Ну там пришли к нам джазмены Мы записали там Альбом Звезда Полын Посвященный Чернобылю И Танцующее время И несколько концертов Мы вместе сделали И даже в Одессе В филармонии В оперном театре Потом в оперном Сначала в вилармонии Помнишь Под конец Володя Да Вот Но вот Вот мы сколько-то Работали вместе А потом все Мы слышим Они повторяются Квадрат там Понимаете Ну там есть какие-то каноны Там есть импровизационный канон Есть доля импровизации Есть доля Ну вот недавно Относительно недавно В Вильнюсе Мы с таким фри джазом Познакомились Ну это лихо Мы сделали такой альбом Happy Happy Crazy Такой безумный совершенно Но потрясающие ребята Знаете вот И счастливый сумасшедший Стыковка происходит Да Стыковка происходит Тогда когда человек От эмоционального мира идёт Не от головы придумывает музыку А вот импровизирует Скажите А допустим Ну вот Есть у вас Какие-то уже Концертные номера Они-то повторяются Из выступления Выступления Названия повторяются Названия повторяются Инпровизация Иногда там бывают Такие какие-то Мелодические кусочки Есть 20 записей Под названием Храм И они все разные Да И они все разные Сегодня Сейчас Здесь Да И Может быть Какая-то общая структура Повторится Да Куски Да как бы Структура там Темповая Или тембровая Где-то Да Но мы же не По нотам поём И не сочиняем по нотам Мы Это рождаем Каждый раз И в начале Было очень трудно Вот я помню Как Коля По нескольку дней Говорить не могла Потому что Для того чтобы это делать Нужно выключить речевой рефлекс Она выключала Мы пели концерт А потом она три дня Петь могла А говорить нет Представляете Ну не длинно сутки Говорить не может А петь может Да А не страшно вам что Действительно Вы в общем-то Погружаетесь В какую-то совершенно Вот инфернальную Да Мистика Ну мистика Давайте не будем Вот этого Не страшно Запачканное Различными толкованиями Слово использовать Да Не мистика Именно мистериальность Понимаете Вообще побывать там Это само по себе Наслаждение И вот вам оттуда Возвращаться Вот самое страшное Что однажды Не захочется Вернуться И будем ходить Воспоминается фильм Люка Бессона Да Сияющая бездна Он называется Где ныряльщик Не возвращается Из морской глубины Потому что Ему там лучше Да Он там Находит себя Он там дома И в общем-то Исчезает Для нас Простых смертных Да То есть такой Нет такой опасности Что вот Куда-то Уйдешь До такой степени Что ты не сможешь Вернуться уже Для этого надо быть Профессионалом Понимаете Вот тут Такой парадокс Что вот Я много видел Любительских попыток Какие-то там Духовного искусства Да Оно все Домашние радости Я называю То есть Ну им там между собой Что-то понятно А я здесь При чем Да Поэтому с самого начала Вот это Стремление К профессионализму Это надо уметь делать Да Там Талант вызывали К 19.00 Наверное это срабатывает Вот чисто правда Театральная закалка Которая Удерживает здесь Не дает туда Уйти совсем Как вы ощущаете Аудитории Бывает ли Так скажем Аудитория которую Сразу принимаешь Которая принимает тебя И бывает ли Сложная аудитория Вот если сложные То какие они Кто эти сложные люди Знаете Это никогда не известно Потому что вот Нам предрекали Вообще Что это элитная музыка Только для Камерное пение Посвященных Тролевали На самом деле Мы собирали аншлаги Совершенно Разной публики Совершенно Разных странах С неожиданными Совершенными результатами Восприятие нас Мы приехали на фестиваль В Турку В Финляндию Нас инструктируют Вы не расстраивайтесь Если не будет аплодисментов Цветов точно не будет Это финны Если ползала уйдет Тоже не переживайте Да После трех композиций Начался свист У них как бы даже не принято уходить Ну Стучать ногами Спокойно Свистеть Хлопать Кричать Пять раз на бис Вот эта вот Финская публика Окралась совершенно безумной Понимаете Давайте тогда Сейчас посмотрим Фрагмент вашего выступления По-моему Это не финский концерт Но тем не менее Пожалуйста ПО-моему 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 КОНЕЦ Насколько я понимаю, это Смольный собор, Петербург. Именно там состоялось ваше первое выступление. Может ли что-то помешать? Вы говорите, что на разные аудитории приходилось работать. А может ли что-то выпить? Потому что вы очень сосредоточены, вы очень сконцентрированы на том, что вы делаете. Есть такое ощущение. Мы первый раз, когда пели, мы тоже думали, как же будет воспринимать. И удивились, что был полный зал, при том, что мы ожидали половину, скажем так. Но, наверное, как-то есть вот этот мистицизм или магия звука, когда человек, постепенно успокаиваясь, он начинает слушать. Мы для себя даже называли это театр голоса, театр души. И какой бы человек ни был там весь суетливый, он все равно постепенно в это состояние впадает. Бывает какое-то сопротивление такое, чувствуешь. И слушает. Первую композицию, вторую. А потом народ как бы входит в это пространство вместе с нами. И уже выйти оттуда не может. Есть подруги. Нет, замечательный случай. Вот подходит после концерта в Питере в капелле мужчина. Говорит, вообще я водила. Я шефа привез. Дело зимой. Говорит, я зашел в зал просто, чтобы, ну, не мерзну. Говорит, сначала я даже так про себя хихикал. Говорит, а потом что-то вот так вот, вот так вот. И там дочку вспомнил. И что-то еще вспомнил. Еще ребята, спасибо огромное. То есть, понимаете, несмотря на то, что предрекали, что это оказалось безумно демократичная музыка. У нас есть поклонники, фаны, ну, я не знаю, там, бабушки, пенсионерки, дети 10 лет, понимаете, какие-нибудь там продвинутые пижоны, интеллектуалы. Ну, в общем, абсолютно разношерстная аудитория. И очень часто люди вот выходят с концерта и хочется петь. У меня есть профессиональная певица, подруга, она живет на Кипре, итальянка. И как-то вот она мне спросила, говорит, Оля, ну, вот объясни мне, вот чем ты занимаешься, что это такое? Я у нее просто брала уроки обычного такого пения, итальянского вокала. Для себя, что называется, для души просто приятно было общаться. Я говорю, ну, Титсана, я не знаю, как это объяснить, по-английски просто говорю, релакс. Релакс. Она говорит, все понятно. Такое забытое, немножко исчезающее из нашего сегодняшнего театра понятие, как катарсис, в общем-то, ради которого театр был и задуман, да, и замысленно. Драматургия тоже. Вот это происходит с вашими зрителями? Да, очень часто. Так быстро и так, согласно, ответили. Ну, потому что у нас за 15 лет очень много обратной связи, понимаете, на эту тему. Потому что в зале чего только не происходит, и потом люди пишут, люди подходят, у кого-то одно, у другого третье. Некоторых приходится из зала потом дополнительно выглянять, потому что они сидят и сидят. Мы все забываем, забыли, что мы находимся все в пространстве. А пространство, его можно условно обозначить стенами, потолком и полом, но оно все равно единое. И это пространство живет, дышит, вибрирует. И именно на уровне тонком, то есть вот то, что называется душевном, мы от него зависим, мы с ним взаимодействуем. Но мы об этом не знаем. Мы знаем и умеем, да. И поэтому, когда люди приходят, почему люди больше любят живые концерты, хотя все наши друзья понакупали супераппаратуры, потому что на концертах есть этот вот живой эффект живого пространства. Живого дыхания. И люди туда входят в это, понимаете, и для них это такое же открытие, как и для нас каждый раз. Потому что это такой мир, который уравновешивает вот эту всю суету, необходимую суету, необходимую внешнюю озабоченность. Он равновешивает тем, что человек открывает, что в нем есть такой огромный мир, такая музыка, такое переживание. А многие идут и поют после концертов. Некоторые пугают. Нет, а многие поют, дети там начинают вдруг на роялях играть, в гостиных. Вот такие были случаи. Но некоторые пугают вот этой силы чувств. Был такой случай. Мужчина стоял, после концерта подошел, говорит, вы знаете, я слушал вас из-за дверей, я не мог, в зале мне больно было. Я вышел, я не ушел из концерта, я вышел, стоял за дверью и слушал вас за дверью. Мне так было легче. А при этом на этом же концерте после него вышел там ребенок лет 6-7, сел за рояль, который там стоял в гостиной этого зала и начал играть. То есть вот такие бывают переживания. А задумываетесь ли вы о том, чтобы были ученики, последователи? Я так понимаю, что Ольга ведет школу Зикра вместе с Игорем Николаевичем, когда он не академик психологии. Это вот театр голос, то, что вы рассказывали, да? Ну, театр голоса, он возник вот недавно уже, наконец-то вот такое получилось, подача, опять же, Николаевича образования, как театр голоса. Это в основном сейчас мужской хор, который обучается этой технике. Мы думаем, что во втором отделении ребята уже будут участвовать в сексет мужской. Они здесь уже пели в Москве один раз. А сколько лет ребятам? От 23 до самому старшему 36, по-моему, так, 23, 25, 25. У них есть музыкальное образование? Консерваторское. Они все консерваторские, они поют с детства. Консерваторские с 6 лет. Они супер-профи. И это хорошо, потому что без профессионализма нельзя. Но, с другой стороны, вот чему учат и холи, да, вот это нашей системе. И это, конечно, очень трудно им было преодолевать привычки своих. Скажите, а вот русское родение, что это такое? Потому что мы знаем наше церковное пение, да, знаем народное пение. Вот это и есть народное. Народное, это обращение. Это причитание, это вне церковные молитвы, это то же самое обращение к Богу, да, это разговор с Богом. Вот во всех, у всех народов, во всем мире это есть. С какой-то силой, скажем. Понимаете, да, вот каждый Богом ведь свое называет, каждый свой Бог может быть. Но вот это обращение к чему-то высшему, да, это как воздух. Вот я в молодости мечтал, что если вот мне удастся что-то сделать в искусстве, это должно быть как хлеб. Что человек не поел этого, и ему что-то не хватает. Дашь нам днись. Да, и вот поэтому, вот я сам, я больше недели не могу не служить этот дуэт. Что в вашей книге, Игорь? А книга это другое, это моя, я режиссер по образованию, закончил Щубинское училище, потом были всякие разные перипетии, в результате я стал Калинаускас и психолог. Я вообще доктор наук, академик, трали-вали. Вы так очень быстро это говорите, немножечко поясните. Да, но это не к теме сегодняшней нашей встречи, это практическая психология и философия для жизни. То есть здесь не слово о голосе? Или все-таки? Нет, о голосе я пою. Вот знаете, говорить об этом, это для меня как-то. Вот мы на занятиях все-то говорим людям, но больше показываем. Планы на ближайшее будущее? Сейчас мы готовимся, у нас 4 апреля концерт в Смольном соборе, юбилейный, 15 лет это, вот, и 19-го запланировано в Московском доме музыки, тоже юбилейный концерт. Вот это основные планы сейчас. И друзья вот хотят, там, я слышала, еще они не наметили, но хотят в других городах, там Одесса, может быть, Одесса, может быть, там Вильнюс, Италия, хотят, чтобы мы приехали и спели. Непропетровский, вот мы сейчас Непропетровский были. А что такое репетиции перед концертами? Саундчек просто. У нас репетиция, это наше жизнь, это и есть репетиция. И еще иногда занятия по энергетике, там, ну, содержать инструмент в порядке, как положено. Игорь, Ольга, огромное спасибо, что пришли в нашу студию, удачи вам в вашей деятельности, еще раз поздравляю с 15-летием. Спасибо, Илья. И продолжайте радовать нас. Спасибо, Марина. И просто радовать, а поражать, в общем-то, восхищать своим творчеством. Спасибо. Гостями нашей студии сегодня были вокалисты дуэта «Дуо Зикар» Игорь Силин и Ольга Ткаченко. Мы на этом с вами прощаемся, желаем всего доброго, до встречи. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» На спектакле. А вот здесь люди, которые даже вот рядом, у нас был очень анекдотический случай, когда мы играли на проспект Мира, мы играли там в бизнес-центре или в Академию наук на Ленинском, да. Вот. И вдруг там висит афиша, говорит, там раздаем свои тоже какие-то такие афишки небольшие. Говорит, как, это наш театр Мил? Говорит, да. Как, а мы живем в декабристов, дом 2, корпус 1. А вы дом 2, корпус 2? Я говорю, да. Говорит, а почему же мы сюда приехали? Я говорю, ну вот, наверное, видимо, кажется, что в центре что-то более интересное. И вы лучше. У вас есть буквально 10 секунд для того, чтобы сказать зрителям заключительное слово. Дорогие зрители, мы вас очень любим, ждем. Приходите к нам на улице Декабристов, дом 2, корпус 2, в Театр Мил. Двери всегда открыты. Спасибо вам. Сегодня у нас в гостях была художественная руководитель Театра Мил Елена Анатольевна Махонина. Она же актриса театра и кино, и режиссер. Мы говорили о театре Мил и вообще о театральной жизни. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Продолжение следует... Андрюш, вот в эту сторону, вот в эту сторону, можно руки, а вот в ту сторону. Сюда? Это неважно, хоть ты вот до сюда вытяни. А когда ты вытягиваешь в ту сторону, ты нарезаешь кадр. А это на кнопке на столице, да, выходит? На столице плюс. Столице плюс, да? Это... То есть не у всех, я так понимаю, да, то есть... Угу. Потому что мне иногда столицу вырубают, да, и просто она не работает. То есть только в Северо-Востоке, больше не уйдет. Да. Вы были у нас уже, да? Было. Я помню, вы были, еще был дневной марафон. Да, много, много где был у вас тут. И на столице, собственно говоря, на самой тоже несколько раз. Слышу. Через сколько начало? А? Через сколько начинаем? Через полторы минутки. Так. А выйдет когда эта передача? Завтра или в пятницу, да? Это надо спросить у девочек. Может быть, 23 февраля как раз, День защитника Отечества. Вот это рукавки в кадре. Вы давно занимаетесь этим делом? Ну, вот написано, что в 94-м году... Ну, начался, да, в среднем 90-х, в общем-то. Или, как правильно сказать, занимайтесь, правильно сказать, живете этим. Потому что я не знаю, что... Не, ну, сначала это интерес такой, как бы, ну, просто на уровне интереса. А потом это уже перерастает в нечто большее, как уже образ жизни и все остальное. Как это обычно бывает. Человек приходит куда-то заниматься, он приходит, может быть, просто заниматься. Заняты собой, чему-то научиться. А потом он становится инструктором. Ну и так далее. Потом решает, ну, там, решает, посвятить свою жизнь этому, этому делу. Но меня больше, на самом деле, даже именно воспитание молодежи именно интересует. А кто в основном занимается? Молодежь, да? Молодежь, да. А более старше возраста? Ну, вообще, контингент такой, могу сказать, основной. Это от 15 до 25, да? Вот это вот студентка. Ну, это когда их интересует больше самозащита, да, наверное? Ну, КПР, она сейчас, знаете, чем она отличается от всех остальных? Что это очень, это модный вид спорта. То есть люди приходят даже не только, чтобы научиться просто самообороне, а просто это как бы, вот, там, многие занимаются брейк-дансом, да, клубной музыкой, да, клубной танцей. Я могу сказать, я занимаюсь КПР. Да, это модно, это круто, это модно, это как бы позитивно, да, то есть это спорт такой 21 века, на самом деле, где нет агрессии, да, не присутствует, в то же время это боевое искусство. То есть и люди развиваются гармонично. И музыка. И музыка. Ну, вообще, очень позитивная атмосфера. И опять же, да, где-то можно блеснуть этим, потому что она очень... Спасибо. Спасибо.